Здравствуйте, мои дорогие! С вами психолог-практик Евгения Саженцева, также богослов по образованию. Поговорим сегодня на такую тему. Нарциссы в старости. Знаете, я считаю, что нарциссизм, переходящий уже к старости, если говорить о человеке, это психопатия. Более того, там целый букет психических всяких расстройств. То есть тут может быть сразу много всего. Никакого, так скажем, исцеления, умиротворения, осознания там не предвещается. Вот такие мужчины, например, которым там за 60, если вы думаете, что такие мужчины, например, успокаиваются и начинают там ценить свою жену. Нет, отнюдь. Они наоборот становятся еще наглее. Они уже могут, не стесняясь, приводить прямо в дом любовниц, заводить какие-то безумные романы, создавать еще больше гарем. Поэтому те люди, которые думают, что нарцисс с возрастом как-то остепенится, вы очень ошибаетесь. Вообще старость это, конечно же, плод того, что человек делал за всю свою жизнь. То есть если человек жил, допустим, творил добрые дела, был праведным, то, наверное, вы встречали таких старичков, старушек, которые просто... Вот они как дети, они наивные, они очень добрые. И с ними как-то приятно общаться, можно поделиться с ними чем-то. Они своим опытом могут поделиться. Но что говорить о нарциссах, там все идет ровно наоборот. И, конечно, это печальная картина. Потому что здесь могут происходить страшные вещи. Эти люди очень подозрительны. Они ищут постоянно врагов. Там усугубляется все то, что в целом нарцисс в течение жизни своей копил. И для них нет близких. То есть у них нет таких мыслей, что вот есть моя семья, да. Как, мне кажется, человек, который прожил такую праведную по Богу жизнь, он видит плоды в старости, да. Ему приятно, когда вокруг собираются внуки, которые его обнимают, да. У нарцисса не так. Он пытается, наоборот, найти людей, которые его помоложе. В том плане, чтобы как будто, знаете, подпитаться чужой энергией. Как вампиры, да. То есть такой вот старичок, он обязательно найдет какую-нибудь молоденькую девочку. И будет питаться ее энергией. О том, что там подумают люди, куда там тебя понесло на старость лет, да. Что подумают о тебе там внуки, которым, например, столько же лет, сколько твои любовницы. Такие вещи нарциссов в старости не интересуют. Он, как бы наоборот, вот чтобы вы понимали, да, сам по себе нарциссизм, он имеет такую черту, чтобы выбелить себя перед обществом, да. Но если говорить о нарциссе в старости, то это психопатия. И в этом состоянии уже человеку без разницы, что о нем думают. Поэтому нарцисс в старости психопат уже творит полную дичь, и ему наплевать там, что его родня подумает и так далее и тому подобное. Там у него просто крышу до конца сносит. Он пытается захватить, как бы, последние, так скажем, соки жизни. Ведь, как бы, человек, который не копил благодать Святого Духа, да, для него старость – это вообще как катастрофа, так скажем. Они же очень боятся еще и смерти. И вот такие внешние признаки, как красота, такие внешние признаки, как богатство и так далее и тому подобное, они чувствуют, как что-то может утекать, так скажем, и они жадно пытаются захватить все это материальное, наносное. И, как бы, этим еще больше пользоваться. Могут там постоянно омолаживаться, какие-то уколы использовать против старения, там, и так далее, и так далее, и так далее. Они, во-первых, не признают свой возраст, они считают себя вечно молодыми. В то время, как, знаете, вот когда я училась на кафедре теологии, у нас был такой преподаватель, отец Владислав Нечаев. Он у нас преподавал нравственное богословие. И мне очень понравилась его фраза о том, что седина для умного человека – это символ мудрости. Но если этой мудрости нет, то тогда люди окрашивают волосы. Так вот, лично я считаю, что старости не нужно бояться, что, наоборот, это такой этап жизни, который тоже существует, и в нем есть свои плюсы. Поэтому, чтобы говорить о нарциссах, это явление, конечно, страшное. Особенно, когда человек уже стареет. И в то же время это очень жалко. Потому что все ведь вокруг, с одной стороны, понимают, да, что человек творит какую-то дичь. Нарцисс старости может также кого-то подставлять, как и раньше, а на кого-то клеветать, делать какие-то безумные вещи в отношении к своим близким, к тем, кто является, по сути-то, его самыми близкими людьми. Нарцисс в этом плане никого не будет жалеть. Он будет всех подозревать, он будет очень сильно держаться за какие-то материальные блага и так далее и тому подобное. Такое ощущение, что эти люди хотят забрать с собой в могилу просто все. Все, что здесь на земле, но мы понимаем, да, что все, что мы заберем на самом деле, это наше сердце. И больше ничего. Поэтому это страшно. Продолжают вырать, продолжают изворачиваться, продолжают вести себя без любви к людям. То есть все, что как бы было в нарциссе, оно остается. Плюсом еще усугубляется что-то, добавляются какие-то букеты там в виде деменции, психопатии и так далее и тому подобное. Все это очень печально. Ждать там от нарциссу, что он пойдет на исповедь и наконец-то осознает все свои поступки? Нет, друзья мои. Этого не нужно ждать в старости от нарцисса. Там все будет только хуже и хуже. Если вам нужна личная консультация, телефон, как всегда, в описании. Я всегда с вами на связи. Евгения Саженцева. Продолжение следует...